Да, брат Элвис. Король мертв. Да здравствует королева, брат. Она разрушила вас. Это черт возьми. Это было справедливо. Ну тут мне нечего добавить. Песня, с которой Диана Анкутинова дебютировала на проекте шоу Мазгон, ворвалась в этот проект и произвела на всех впечатления. И до сих пор производит огромное впечатление на западную аудиторию. Это свежая подборка реакции с канала Бац и Цера. Сегодня мы ее посмотрим. Ссылка на оригинальный контент, как всегда, в описании. Без лишних слов, что называется. Поехали. Это так кинематографично. И мурашки по коже, которые вы просто чувствуете, такие театральные. Теперь она, вероятно, та женщина, которая может взять самые низкие ноты за всю историю. Честно. Хорошо, хорошо. Я не знаю, что это такое, когда все вы, русские певцы, просто ведете себя как настоящие зафиги. Но ничего себе. Нас ждет что-то определенно интересное, друзья. Возвращайтесь к другим. Мы снова вернулись. Это самоклеящаяся пленка. А сегодня у нас... Возможно, это не точность перевода, потому что я сомневаюсь, что его канал носит такое название. Нас Диана Анкудинова. Диана Анкудинова Анкудинова не может не влюбиться. Как бы то ни было, наденьте наушники и давайте включим гудок. Я просто обожаю эти подборки. Вот серьезно. Давайте перейдем к делу. Диана Анкудинова 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 Хорошо, хорошо. Я не знаю, что это такое, когда все вы, русские певцы, просто ведете себя как настоящие задиры. Ну ух ты, чувак, какой бас у нее в голосе. У меня мгновенно мурашки по коже. Я влюбляюсь в вас. Это серьезная нагрузка. Обратите внимание, потому что она выглядит как молодая девушка. Сколько ей лет? Вау. Хорошо, я этого не ожидал. Определенно правильная песня. Интересная договоренность. Да. Это была низкая нота. Человек. О боже мой. Это ее настоящий голос, ребята. Это естественный голос. Дайте мне знать в комментариях, если есть кто-нибудь из вас, ребята, кто знает. Дайте мне знать в комментариях, если есть какие-то другие песни, которые я должен... Дайте мне знать в этих комментариях. Ребята, дайте мне знать. Это так кинематографично, и мурашки по коже просто кажутся такими театральными. Теперь она, вероятно, та женщина, которая может взять самые низкие ноты за всю историю. Честно говоря, я ничего не вижу. Я могу. Меня всегда еще поражало то, что эта композиция набирает темп с каждой секундой, и эмоции зашкаливают буквально до небес. Я не знаю, что они добавляют водку там, в России. Вот водка здесь совершенно ни при чем. Но если бы вы могли оставить немного этого для некоторых девцов, которые у нас есть здесь, в Америке, я был бы вам очень признателен. Нам катастрофически не хватает этого таланта. Я не собираюсь вам лгать. Выглядит шокированным. Выглядит потрясенным. Пока. Похоже, у нее сильный голос, а она еще даже не начала. Ребята. Вау! Остыньте. Просто подождите. Позвольте мне подождать. Позвольте мне просто перевести дыхание. Ему просто уже нехорошо, по всей видимости. Слышит. Вы это слышите? Да, мы это слышим. Где? Как я могу не знать этих людей? Я знаю. Эй, этот парень достаточно ошеломлен и все такое. Кроме того, просто обратите внимание, что этот фон чертовски потрясающий. Это прекрасно, и ее платье просто идеально подходит для этого. Но все в порядке. Кроме того, где она выступает. Ребята, это похоже на какое-то шоу-мероприятие. Шоу-эвент, все так. Главная сцена, дайте мне знать. Кто знает, дайте мне знать. Нет, это невозможно. Мне очень жаль. Мощный голос. Сильный голос. Это ее естественный голос. Ребята, мне нужно знать эту информацию. Но звучит как хорошая песня. Мощный голос. Я тоже ничего не могу с этим поделать. Как будто это было просто потрясающе. Как будто она, вероятно, женщина, женщина, которая может играть на самых низких тонах, которые я когда-либо видела, и я не думаю, что кто-то может сравниться с ней. Извините, просто я потеряла дар речи. У меня нет слов, чтобы описать этого человека. Что же, когда мы первый раз слышали эту композицию, мне кажется, каждый потерял дар речи. Действительно уникальная песня. И концовка, концовка этой композиции тоже доставляет колоссальное удовольствие. Начать говорить по-шведски, потому что я просто собиралась сказать вазки, что означает то, что я собираюсь сказать на это. Дело вот в чем. Я действительно не могу. Я действительно не могу. На самом деле я. У меня нет слов. Она получила музыку. Ангельский голос. Скажите мне, что вы думаете, в разделе комментариев ниже. Да, брат Элвис. Король мертв. Да здравствует королева, брат. Она разрушила вас. Это черт возьми. Это было справедливо. Ну тут мне нечего добавить. Это было здорово, ребята. Мне это понравилось. Хорошая песня. Хороший голос. Сцена тоже выглядит довольно хорошо. Выглядит сумасшедшим. Выглядит сумасшедшим. Это очень интересная версия этой песни. В этом есть драматизм, меланхолия и трагизм. Это подходящее слово. Да. И на этом пока все, ребята. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Если вам нравится это видео, то я, конечно, понравилась. Не забудьте поднять большой палец вверх, подписаться и... И вам всем спасибо за искренние эмоции. Ссылка на автор этой подборки находится в описании. Поддержите, если считаете нужным. Я, честно, расчувствовался. Еще раз послушал эту песню. Еще раз получил просто колоссальное удовольствие. Не устану это повторять. Потому что это действительно так. Потому что эта песня, она затрагивает нотки нашей с вами души. Если вам понравилась моя реакция, поддержите видео лайком, канал подпиской. Всем хорошего настроения, удачи, здоровья и любви огромной. Будьте, в общем, счастливы и слушайте хорошую музыку. Увидимся.